Идем дальше. Весовая категория 79 килограмм среди мужчин. Калинин Денис. Афиас 1. И Ковша Александр Афиас 2. Калинин Денис. Можно сказать депутант чемпионата Европы. Еще не участвуем на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Это его первый чемпионат Европы по самбо. Но вот его оппонент из Фиас 2. Ковша Александр. Чемпион мира 2020 года. Здесь же в Нови Сад. Сербия. Тогда Сербия была к нему благосклонна. И он стал чемпионом мира. Здесь сейчас он борется на чемпионате Европы. Посмотрите, какую мельницу попытался провести с колен. Ковша Александр. Денис защитился. Поэтому техническое действие без оценки. Также Ковша Александр имеет золото чемпионата Европы 2012, 2013, 2014 года. Но тогда он боролся в весовой категории до 68 килограмм. А сейчас весовая категория 79 килограмм. Ковша Александр проводит техническое действие. Посмотрите, как красиво раскрутил Дениса и бросил на 2 балла на бок. Заработал свою оценку Александр. Еще одна попытка проведения мельницы с колен. Но потом отпустил захват, перешел. Двумя руками схватил за ногу просто. Понял, что не получилось движение. И очень тактически начинает бороться Кокша Александр. Вытеснил аккуратненько подвел своего соперника в красной куртке колен Дениса к краю ковра. И заставил выйти его за ковер. Судьи наказывают предупреждением Дениса. Предупреждают его о том, что выходить нельзя. Посмотрите, как Александр опять напирает, напирает на своего соперника. Сильно напирает и моментально оказывается с центра ковра на краю желтой зоны. Не дает он Денису развить атаку. Денис только берет верхний удобный для него захват. И Александр сразу проводит техническое действие, чтобы сбить атаку Дениса. Пробивай, пробивай, пробивай. Вот здесь есть! Развернулся! Вот сейчас Денис попытался вытеснить краю ковра Александра, но Кокша хорошо защитился, ушел в сторону перед движением и развернул своего оппонента наоборот краю ковра. Ну что, пол встречи позади. Пока уверенно встречу контролирует Александр Кокша. Из Фиас-2. Но и Денис не отстаивает. Денис Калинин. Фиас-1. Красная форма. Не собирается сдаваться. И упускать шанс победить на данном чемпионате Европы. И вот оно движение. Посмотрите, начал теснить краю ковра. Пытался Кокша Александр прийти. И Денис прихватил за ногу. На мой взгляд, там была оценка. Судьи сначала показали 2 балла, но пошли смотреть видеоповтор. Сейчас и нам покажут видеоповтор. И мы все с вами сможем тоже оценить, что же там было. Смотрите, пытается взять глубокий захват. И побежал за ножку. Там, конечно, наверное, был все-таки 1 балл падения на плечо. Кокша Александр пытался вывернуться, выкрутиться. И мне кажется, ему удалось это сделать. На мой взгляд, 1 балл. Мы сейчас увидим, что увидели судьи на повторе. Да, 1 балл. Все верно. Мы с вами увидели на повторе то же самое. Ну и что, теперь Калинин Денис продолжает, продолжает нагнетать. Вперед глубокий плотный захват. Но Кокша Александр отвечает нижним захватом. Сейчас с отворотом попытался уйти на мельницу с колен. Калинин Денис выше ростом. Удобен верхний захват. Кокша Александр пониже. И он стоит более в низкой стойке. И вот отвечает нижним захватом за пояс. И вот он, технические действия. Подхват бедро проводит Калинин Денис. И бросает на бок. Спортсмена в синей куртке. Александр Кокша на 2 балла. И вот Денис уже ведет. 3-2. Ну это что-то было. А Денис и непонятное. Уход на колени. Который, на мой взгляд, не предвещало вообще ничего. Денис с чем-то согнулся. Проиграл, конечно, свою рабочую руку. Ну, сейчас второй уход. И получит свое предупреждение. Второе предупреждение. Да, получает свое предупреждение. И 1 балл. Портсмена в синий форме. Ну что ж. Денису, конечно, не стоит отставить. Конечно, надо брать свой верхний захват. Который ему удобен. Который он чувствует себя уверенно. Но не отдавать свою руку. Как он до этого сделал. И опять завязались на двух уже на рукавах. Не знаю, насколько Денису удобен этот захват. Кокша Александр более уверенно себя с этим захватом чувствует. Как я понимаю. Даже попытался провести. Перейдем. Пытается Денис завязать борьбу. Навязать борьбу в партере. Прийти на удержание. Но Александр уверенно заставляет локти-колени. Если дает, дает садиться на болевой. Но там рука, конечно, ушла. Да, да. Александр защитился. Встал в стойку. Остается 4 секунды. Приглашает судья спортсмена в красной форме на середину. Идет, идет отыгрываться. Александр вытесняет за ковер. И Денис смог защититься. Смог удержать свое преимущество. Минимальное преимущество, конечно, было в этой встрече. Но оно было. И чемпионом в весовой категории до 79 кг, чемпионом Европы, становится Калинин Денис. Пиас-1, с чем мы его поздравляем.